Компьютерный ЕГЭ по информатике, задание номер 14. Значение арифметического выражения записали в системе счисления с основанием 16. Сколько значащих нулей содержится в этой записи? Мы наконец-таки пришли напрямую к задаче про систему счисления. Когда-то в ЕГЭ по информатике таких задач было 3. И сейчас на систему счисления фактически осталась одна задача, но реально эта тема присутствует во многих, скажем так, ну потайным или неявным образом. В любом случае вам не уйти от двоичной системы счисления и родственных им. Но тем не менее, давайте посмотрим на позиционные системы счисления в общем. Итак, допустим, у меня есть число записанное вот так. 1, 2, 3, 4. Значит ли это что-то с одной стороны, да, это 1234, а с другой стороны, не совсем. Дело в том, что значимость этих цифр в разных системах счисления будет различной. Если бы это был древний египтянин или древний грек, то он бы сказал, что это число это 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 по существу. То есть он бы эти цифры сложил. Значимость каждой цифры определяется цифрой. Понимаете? Не ее позиции. В позиционных системах счисления то, где находится цифра, важно. И ключевой позицией является самая правая позиция. Она как бы стоит на земле. Она самая низшая. А все, кто уехал влево, они как бы приподнялись. Но этого не видно в числе. Поэтому я предлагаю взять какой-нибудь условно тяжелый инструмент и долбануть по этому числу, чтобы рассыпать его. Ну, допустим, вот у меня есть некий условно тяжелый инструмент. Я так бдыщ по этому числу. И оно сейчас у меня рассыпется, как это такая горка, такая пригорочка такая. Значит, и у меня единичка падает сюда. Двоечка падает вот сюда сейчас. Троечка падает вот сюда. И четверочка падает вот сюда. Я договорился, эта позиция на земле. Она самая низшая. Она как это, крестьянка. Добывает хлеб собственным трудом. Значит, она равна чему? А чему равна, тому равна. То есть, если бы я рисовал ее в унарной системе счислений, ну, самой древней, короче говоря, палочками, точечками, узелками, я бы завязал четыре узелка. Или положил четыре палочки. Ну, это смысл этой цифры. То есть, это учат в первом классе, да, четыре, это у. Ну, или в дошколке. Соответственно, три, три. Вообще-то, три это м. Но, да, дело в том, что ее позиция, она ее приподнимает. Да, как в сказке о рыбаке и рыбке. Не хочу быть крестьянкой, хочу быть столбовой дворянкой. Вот она, столбовая дворянка. Ее позиция, она приумножает ее содержание на что? И вот важный момент, на что она умножается? Оно умножается на базу, на основание системы счисления. Когда мы имеем дело с разными системами счисления, то мы это основание вписываем сюда. Это может быть 2 для двоичной, 10 для сетеричной, 8 для восьмеричной и любое другое число. Даже вещественное. Туда можно число пи вставить или число е. Чисто теоретический вопрос нафиг. Но мы можем рассмотреть сейчас, допустим, 5. Для систем счисления с целыми основаниями, кстати, бывают с отрицательными, прикольно. Ладно, забыли. Значит, короче, для систем счисления с натуральными основаниями, опять же, если там единичка, это будет прикольно. Это вырождается в унарную систему счисления непозиционную. Но еще раз. Для систем счисления с натуральным основанием, начиная с двойки, это число определяет количество цифр в системе счисления. То есть в пятеричной системе счисления нет цифры 5. В ней цифры 0, 1, 2, 3, 4. Включая 0, получается их как раз 5. Да? 4, 3, 2, 1 и 0. Да? Для десятиричной их 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 и 0. Вот этот и 0, да? То есть, короче, в любой системе счисления нет цифры, которая бы означала ее основание. Но я воспользуюсь другим значком, пятеркой. Да? В этом смысле мне нравится прикалываться, чему равно вот это, да? Что это такое? Я могу с успехом говорить, что это 2. Что это вот, это 2. Знаете, почему? Ну, я специально воспользуюсь римской системой счисления, непозиционной. Знаете, почему? А вот это, это в какой системе счисления записано? А вдруг это записано в двоичной системе счисления? Если я верю, что это в двоичной системе счисления, тогда 1, 0 в двоичной системе счисления это 2. Но на самом деле я могу утверждать, что это равно 3, если я считаю, что это в троичной. То есть, есть некое, как это называется, предрассудок. Да, некое предрассудочное суждение, глядя на вот это число, я в баде, да, в самой позиции вот этой, я вынужденно интерпретирую и вот это в итоге. Ну, ладно. Короче, вот так что вот это, вот это как бы под вопросом 10 или не 10. Ну, скажем так, поскольку мы живем в человечестве, в котором уже принята десятичная позиционная система числения, то всегда число, которое пишется в основании, это все-таки кодировано в десятичной системе счисления. То есть, вот это вот, я здесь имею право использовать цифру 5, хотя я сейчас дописываю вообще-то в пятеричной системе счисления, где самой цифры 5 нету. Ясно? Короче, давайте договорим про теорию, чтобы вы это дело осознали раз и навсегда. Итак, тройка, она уже не крестьянка, а столбовая дворянка. И значит, ее собственное содержание, суть которого это 3, да, домножается на основание. Основанием здесь является 5. То есть, она в 5 раз круче, чем, нет, не чем четверка, а чем она же сама была бы, если бы она была крестьянкой. То есть, стояла бы на самой низшей, на самой младшей позиции. Это называется младшая позиция числа. Младшая позиция. Ну, естественно, про старшую тут сейчас отдельный разговор, то это логично. Старшая позиция, да, младшая позиция. Так, короче, двойка. Двойка стоит еще выше. Она над дворянками поднялась, да. Соответственно, она уже кто? Не хочу быть столбовой дворянкой, хочу быть вольной царицей. Соответственно, само содержание двойки внутреннее, ну, в смысле, ее значение цифры, числовое значение вот этого вот крючка, который я тут намалевал, да, это пум-пум, ну, я в римскую ее так красивенько превращу, да, но она круче, чем она была бы здесь, будучи дворянкой, да, во столько же раз, во сколько она была бы круче, если бы она была... Короче, получается, что он обнажается на основании дважды, да. Единичка, которая находится вот здесь, она фактически, да, вот эта единичка, она имеет собственное значение, вообще-то равное всего лишь одному, но ее позиция, она в три раза круче, да, чем она была бы сама крестьянка, поэтому она на основании умножается уже три раза. Или, короче говоря, я могу дописать сюда, если мы знаем, что такое показатель степени, я могу вписать сюда показатель степени. Здесь можно было бы единичку не писать, но чисто так вот поприкалывать, я могу это написать. Здесь я ради математической красоты имею право написать пять в степени ноль. Мей, мей. Возможность такую, да. Ну и потом, никто не любит сильно римские числа, поэтому давайте-ка я вернусь и напишу здесь один, два, три, четыре. Ну, то есть договоримся, что как бы, ну, основной набор цифр, я просто понимаю, что, значит, и все. Ок. Еще один интересный момент, что я могу на самом деле осознать то, что произошло, по сути, как обратное сложение. Ну, то есть сложение в столбик, только я разложил в столбик. Вот это нолики дописанные, это нолики, соответственно, только пятеричные. Это пятеричные нолики. Понятно? То есть один, два, три, четыре. И вообще все операции в столбик работают во всех позиционных системах счисления. Вот это очень круто. Вообще позиционные системы счисления, десятичная система арабская, она же индийская, она получила популярность именно благодаря этой алгоритмичности действий в столбик, простоте и алгоритмичности. Мы учим это всю начальную школу. На сложение, вычитание, умножение, деление, переносы. Но реально это настолько красиво, что само слово алгоритм пошло от араба аль-хорезми, который притащил в Европу вот эти алгоритмы сложения, вычитания, умножения, деления. Это круто. Так вот, они работают не только в десятичной, их можно применять в любой системе счисления, в двоичной, четверичной, в шестнадцатеричной и так далее. Ладно. Так вот, в результате возникает вот эта так называемая развернутая форма записи числа. Я могу вот это стереть и сказать только так. Ребята, смотрите. У меня 1, 2, 3, 4 в пятеричной системе счисления это 1 умножить на 5 в степени 3 плюс 2 умноженное на 5 в степени 2 плюс 3 умноженное на 5 в степени 1 плюс 4 умноженное на 5 в степени 0. Ну, если я тогда распишу в линеечку, будет совсем красиво. Только надо понимать, что в младшей позиции у меня индекс равен нулю ну то есть вот это показатель она ни на что то есть 5 в степени 0 это просто единица ее можно в принципе то не дописывать никто не дописывает реально эта позиция уже пинут из первая позиция имеет индекс 0 2 индекс 1 3 2 4 3 и так далее интересный момент а что если я допишу слева нолик очень интересно но в том что в этом случае в этом случае этот нолик незначащий представьте себе что после там владычицы морской до дамата вы готовы меня дворянка вольная царица владычица морская да это как ее зовут этой господи старуха решила стать богиней дан вот но если ее внутреннее содержание 0 до умножаясь на любую позицию она останется нулем на смысле с позиционную значимость то есть я слева могу дописывать незначащих нулей сколько угодно но дописывание нуля справа меняет все дописывание нуля справа по сути возводит крестьянку в дворянку дворянку в царицу и так далее то есть дописывание нуля справа домножает число на основании системы счисления интересно еще и следующее кроме вот этой формулы которая называется развернутая форма записи числа есть еще альтернативный способ ну кстати да давайте посчитаем что под число увидеть это что такое 5 в кубе 125 5 в квадрате на 25 умножить на 2 это 50 это трижды 5 15 вообще эту единичку тоже не обязательно списать да и 4 просто 4 в результате получается 175 190 194 то есть содержание этого числа с точки зрения привычной нам системы счисления может быть записано вот так но я помечу что мы имеем в виду десятичную а теперь давайте посмотрим на это число с точки зрения схема горнера для систем счисления давайте начнем расшифровывать его сначала немножко по-другому что такое один в пятеричной системе счисления банально это один любая цифра в любой системе счисления если она в младшей позиции равна самой себе на своему числовому содержанию а что такое 12 пятеричной системе счисления нельзя говорить 12 2 на 10 то есть я уже говорю единичка как бы этот дать десятка нет это на самом деле не 1 и что это такое это 10 в пятеричной плюс 2 я уже сказал что правило работы в столбик они работают ну а 2 и сразу что это было но наш младше сама себе что такое 10 10 это 1 в пятеричной до множенный на 5 а что такое 1 в пятеричной а вот он что такое 1 2 3 пятеричной системе счисления я как бы к числу 12 пятеричной дописываю тройку справа дописывание цифр справа означает по сути что я домножил число на основании системы счисления и прибавил к нему цифру 3 понимаете домножить на основании системы означает прибавить 0 справа то есть я по сути дал действие столбик 120 плюс 3 не 120 когда ни в коем случае что 100 подразумевает конкретное число очень большое так ладно что такое 1 2 3 4 пятеричной то есть после вот этих предварительных рассуждений я говорю подождите но ведь я уже знаю что такое 1 2 3 в пятеричной а значит 1 2 3 4 5 лично это 1 2 3 в пятеричной до множены на 5 плюс 4 если я буду считать вот это слева направо постепенно то есть я уже посчитаю что это 7 пусть считать семьи 535 плюс 338 до дальше мне стоит столько что 38 умножить на 5 это получается 19 домножение на 5 можно делить на 2 умножать на 10 до 190 плюс 4 то есть 194 в этом смысле становится кристально ясно откуда берется методика брать остатки при делении на то есть последняя цифра это остаток при делении на 5 а все остальные цифр кроме последней это частное определение на 5 но это 5 у меня сейчас основание вот такая методика сегодня мы решим только одну задачку но реально вам нужно нарешаться этих задач и так значение арифметического выражения записали в системе счисления с основанием 16 значащих нулей что такое незначащие уже сказал соответственно значащие это те которые реально в середине числа или в конце числа встречаются что нам делать надо быстро перевести это в шестнадцатеричную систему числе есть два способа первый математический второй питания чески программистский давайте для начала сделаем питания чески то есть просто возьмем откроем python и посмотрим чему равно это число так не получится сделать с другим языком программирования по очень простой причине python есть длинная арифметика паскале не знаю может быть в паскале беседотное но слушайте не буду экспериментировать и так я собираюсь вычислить 3 умноженное на 4 в степени 38 плюс 2 умножить на 4 в степени 23 кстати пеп 8 стандарт кодирования на python допускает убирать пробелы для тех операций приоритет которых выше других просто чтобы группировать слагаемые например я здесь степень буду вот так поджимать чтобы было видно что там со степени происходит так плюс 4 в степи 2 умножить на 4 в степени 23 плюс 4 в степени 20 плюс 3 на 4 в степени 5 плюс 2 на 4 в степени 4 плюс 1 и так проверяем питон просто вычислить это число и не захлебнется 4 20 все кажется верным и так все мне есть это число как узнать это число как мне с ним теперь поработать дело в том что если его выведу на экран но она будет длинноватенько но более-менее но она в десятичной системе численно я могу воспользоваться стандартной функции hex она возвращает hexadecimal representation соответственно вот я вижу это число и глазками могу подсчитать если бы вдруг это число оказалось очень длинно вижу до 4 5 7 еще 5 и еще 27 14 да правда тут написано и 0 1 я предполагаю что это соответственно растонарно научное представление на равно это еще нолик там в конце дописывается но слушайте есть а нет какой научный господи это е елки-палки ну что целая какой научный может быть научно представляет только для дробных это цифра е цифра е она значит 14 ладно вот это 0 тогда берет 15 циферок но есть еще один способ я могу заставить python подсчитать самостоятельно единственное что для этого нужно сделать это срезать префикс потому что в нем ноль содержится значит срезать этот префикс можно вот таким вот образом начать со второго символа вот так и теперь вот этой строки а эта строка я могу подсчитать и нолик как строку передать ему каунт 0 он не просто говорит 15 ноликов в этой строке это ответ в этой задачи можно аккуратненько вытащить цифры 16 ричные математическим способом резонный вопрос зачем это делать на компьютерном егэ при доступе интерпретатора python я вам скажу чтобы получить level up в математике и понимание 16 ричной системы счисления это очень важно на самом деле что такое число я переписал его с маленькой модификации до множив на единичку 4 в 20 и так что здесь написано что такое 4 в какой-то степени особенно в четной степени 4 в какой-то степени там но допустим в 38 на самом деле это 4 в степени 2 умноженное на 19 это то же самое что 4 в квадрате возведенная в степень 19 а 4 в квадрате это 16 то есть это 16 умноженное на 16 в степени 19 на здесь маленькая тонкость есть где нечетная степень но там где нечетная степень никаких проблем нет 4 в 23 это 4 умноженное на 4 в 22 ну или что у нас получается 4 умноженное на 16 в степени 11 понятно логика да таким образом я могу сейчас переписать вот это число по сути как в развернутой системе в развернутой формуле для записи систем числения да только как бы наоборот я сейчас его соберу обратно в цифры и так что у меня получается это 3 до на 16 в степени 19 здесь ну дважды 4 то есть 8 до 8 умноженное на что на 16 в степени 11 так это я уже использовал поехали дальше это что это единичка умножить на 16 в степени 10 это что такое 3 умножить на 4 ну мне нужно естественно вычленить оттуда сейчас четвертую степень но возникает интересный момент у меня и тут четвертая будет трижды 4 и тут четвертая степень что делать ну давайте посмотрим трижды 4 это 12 12 плюс 2 я могу вынести за скобку 4 в четвертой да то есть у меня получается 12 плюс 2 4 в четвертой ну то есть или 16 в квадрате говоря говоря это что такое это 14 14 еще законная шестнадцатеричная цифра то есть пишется одной одной циферкой буковкой е так вот ладно короче это 14 меня сейчас это даже реально не интересует главное что это пишется одной циферкой да и единичка а вот единичку домножу на 16 в степени 0 вот мое число я его сейчас просто математически переписал все сейчас будет ответ мне не надо ничего вычислять смотрите это одна цифра в разряде 19 начиная от нуля сколько вообще всего разрядов значащих разрядов в этом числе это можно увидеть по самому старшему показателю у меня вот это это по сути значение позиций понимаете да то есть 16 19 16 11 16 10 16 в квадрате 16 начиная от нулевой это 20 получается 20 20 цифр в числе в нем 20 цифр а сколько цифр в нем не нулевых раз два три четыре цифра е 14 которую я сейчас как думал подумал о это пока нет и один сколько получается 5 из 20 цифр 5 цифр значащих значит у нас остается 15 кого нулей 15 значащих нулей не значащих нулей слева можно переписать бесконечное число это значение числа не влияет но вот и все теперь ваша очередь нарешивайте задачки тренируйтесь тренируйтесь и на питоне и обязательно опробуйте математический метод особенно с другими системами числений семеричной девятиричной python вам не поможет тренируйтесь успехов вам на экзамене